Нимфоманию придумали мужчины, чтобы женщины, нарушающие правила, чувствовали себя виноватыми. Цитата из фильма «Дневники. Нимфоматки». Именно сегодня об этом пойдет речь, о нимфомании и гиперсексуальности. Нимфомания – это очень редкое заболевание. Одна женщина на 2500 приходится. У мужчин это называется сатириазец. Если говорить о исторических фактах, то Екатерина II страдала этим заболеванием, и наша египетская Клеопатра. Ранее это заболевание называли бешенством матки и пытались всячески изгнать беса, прикладывая лопухи к влагалищу, пытаясь, делали попытки беременности, чтобы изгнать, вытеснить беса из женщины. Вот различные такие методы пытались применить, чтобы справиться с таким безудержным стремлением к сексу у женщины. Давайте посмотрим, в чем же разница между гиперсексуальностью и нимфоманией. Гиперсексуальность – это очень приятное состояние, и женщина, как правило, радуется, потому что получает очень красочные, яркие оргазмы, многопиковые, длиною целый час. В отличие же от нее женщина с нимфоманией, трудно достигает своих оргазмов или не достигает вовсе. И вот это мучение, это безумно мучительное состояние, когда она не может достичь оргазма, но при этом находится в диком возбуждении, это настолько ее истощает, настолько ее разрушает, что порой женщины не выходят из дома, дабы не столкнуться с каким-либо раздражителем. Вот это уже проблема и болезнь. Давайте посмотрим на этиологию факторов. Это очень интересно. С какого момента запускается такое расстройство, как нимфомания? С какого момента? Прежде всего биология. Это различные нарушения работы головного мозга, гипоталамус, различные нейроинфекции, последствия после нейроинфекции, различные опухоли, после различных травм каких-то головного мозга. Вообще для доктора это такой плохой сигнал, если вдруг ни с того ни с сего у женщины проснулось сильное лавинообразное влечение. Из чего бы это? Уж не опухоль ли там развивается, подумает доктор. Далее различные эндокринные нарушения работы, эндокринные нарушения, особенно климактерические периоды. Вдруг волнообразный скачок у женщины. Женщина не может понять, что же случилось такое. Такая порядочная, интеллигентная, с мужем всю жизнь пожила, никогда ему не изменяла. Вдруг откуда ни возьмись, она не понимает, что делает со своим телом. Муж уже не может удовлетворить ее желание. Побежать куда-то на сторону, искать мужчин, она тоже не может, потому что это не входит в концепцию ее миропонимания. И это проблема. И это колоссальная проблема. Значит, работа личников, работа надпочечников, вот это все биология, биологическая вот такая причина. Далее социально-психологический фактор. Вот он очень интересный, и давайте на нем заострим внимание. К примеру, мне хочется привести фильм, недавно, так, недавно вышедший относительно, Ларса фон Триера «Нимфоманка», где играет Шарлотта Генсбург. Вот очень хорошо видно, как с детства у девочки формировалось данное расстройство. Вспомните слова «Моя мать холодная сука, которая любила только свой пассианс. Я ненавидела ее пассианс». Далее у девочки был очень чувственный отец, как генетическая детерминанта. Смотрите, чувственный отец. Этот чувственный отец учил ее получать удовольствие от ветра. Вот они стояли вдвоем, и ветер ласкал их тела, их лица, их волосы. Папа вот учил получать вот эту такую ласку. Папа ее учил. Далее социальный фактор – подружка. И они играют в детские игры. Это половая конституция. Смотрите, еще как фактор, да? Половая конституция, врожденная такая, потребность у девочки. Это ранние оргазмы, такое раннее развитие. У них были такие интересные игры. Звались они «Приятные ощущения», когда они раздевались, наливали пол на пол воды и скользили, как лягушечки, и испытывали трение. Трение животика, груди, сиси, писи. Вот они катались, им было это приятно. Такие они доставляли себе такие наслаждения. Далее, что дальше, вот на этом фильме, очень хорошо видно. Ребенок начинает расти, сталкивается с различными какими-то стрессовыми ситуациями, особенно подросток. Вот подросток сталкивается с чем? С депрессией, как правило. Такие депрессивные моменты. И на момент депрессии, дабы переключить свое внимание с этого состояния, они начинают испытывать различные такие экстремальные варианты. Заниматься сексом в поезде с разными мужчинами. Вспомните в фильме. Вспомните. Вообще, нефомания всегда, как правило, включает в себя сатамазохистически очень сильный компонент. Опасность, страх, страсть, это вот все туда же, все туда же, все туда же. Ее же не просто тянет прийти к массажисту и получить 20 оргазмов. Нет, она идет куда-то, подвалы, подворотни, улицы, экстрим, все равно сада, маза, что-то такое присоокупляется, вот это все. К этому, ко всему. Вот это я все рассказала. Это я все рассказала. Дальше, как развивается, вот тоже, посмотрите, гиперсексуальность у нее, это постепенно во что вышло? В нимфомании. Все, в нимфомании. На каком моменте? Стрессовые факторы, да, влюбилась, развелась, вспомните по фильму. Все, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше она столкнулась с чем? С невозможностью получить оргазм. Свой клитор она разорвала уже до дыр, до травм, до порезов, до различных. Она прикладывала себе лед, с попыткой унять свой пыл, жар от клитора, от влагалища, от этой зияющей раны, потому что это уже просто рана, беда и несчастье. И вот плавно мы подходим к симптомам. Какие симптомы тоже вспомните? Повышенная температура тела, утомляемость, истощаемость, внутренний тремор. Вот вспомните в конце фильма, она уже высокая вся была, вот эти волосы, как сопельки, вся она уже такая истощенная была. Истощенная. Чего не скажешь о гиперсексуальных женщинах. Как правило, это такой промискуитет, беспорядочные половые связи, кстати, очень часто идет с такой аддиктивной природой, то есть пациентка любит и алкоголи, и наркотики, очень часто это такая бравая девица, которая все это очень-очень-очень любит. Кстати, вот я еще не хочу дополнить вот такой момент, что нимфомания идет как сопутствующее заболевание. Посмотрите, в таком коморбиде. При шизофрении, может быть такой симптом при биполярно-эффективном расстройстве, в фазе маниакала, может пациентка выдавать такие подвиги буквально. Далее, очень интересно в истероидной психопатии. Это самая интересная такая форма нимфомании. Здесь не сколько идет истинное желание, сколько желание привлечь к себе внимание мужское, дабы самоутвердиться. И очень часто можно видеть женщинах на реалити-шоу. Вот она какие-то перья себе одевает, какие-то губы морковные, какие-то крупные серьги. Вот она такая вся, вся, значит, на показ хочет. Я не уфоманка, я не уфоманка, очень любит об этом кричать, говорить. Вот эта природа ее такая истерическая. Мне доводилось встречать интересных таких пациенток с гиперсексуальностью. Одна девочка, она сидела, говорит, я сижу в джинсиках, и вот чувствую, как мне натирает клитор. Я выбегаю в туалет, чтобы помастурбировать. Вот такая была пациентка. Вторая пациентка была в подростковом возрасте, ее 9 человек изнасиловали, и она, как такой формат гиперкомпенсации, стала это любить. Потом она уже ловила различные машины, где она занималась сексом с ней. Чем это им грозит? Чем это грозит? Венерическими заболеваниями, собственно говоря, больше ничем. Ну и проблемами с партнерами, они приходят им как-то их менять, разводиться с ними и так далее. Саманта, вспомните, секс в большом городе, что она как-то страдала от этого своей гиперсексуальности. Нет, все было прекрасно. Все было прекрасно. Так где же норма между патологией, где же норма и норма? Давайте посмотрим. Это очень интересный вопрос. Я гиперсексуальна, я не имфоманка, или я просто гиперсексуальна? Где вот эта норма? Так вот, норма там, где начинается болезнь, где начинается мучение. Вот там уже идет болезнь. Где я не справляюсь, где мне уже плохо, вот это уже не норма. Это уже болезнь. Кстати, очень часто они пытаются, как ее адаптировать к своей болезни? Порно-бизнес, различные свингер-вечеринки, различные оргии. Это очень удобный способ привнести и адаптировать свое влечение, свой секс. Пожалуйста. Вот таким вот образом. Очень часто пациентки пытаются это сделать. Так, вот такая, или же напротив, полностью исключить все, вообще не выходить из дома и приглушить это. Если это не входит в концепцию ее мира, она не готова развращаться, и она пытается, чтобы не дай Боже, не дай Боже, нигде не возбудиться. Переходим к лечению. Ну, если прежде всего это органика, то это медикаментозная психотерапия. Конечно же, конечно. Биологию надо лечить только медициной. А далее, если говорить о психотерапии, очень хорошо зарекомендовал себя гипноз, различные сугестивные методы. В Америке хорошо работает групповая психотерапия, где сексоголики собираются и делятся друг с другом опытом выздоровления. Как он сегодня смог воздержаться, как он вчера смог воздержаться, они друг другу помогают. И, конечно же, моя любимая глубинная психотерапия, я применяю интегративный подход в работе с пациентами. Это прежде всего работа с болью и пустотой, потому что очень часто это идет в совокупности с депрессией. Там такая пустота, которую женщина пытается заполнить. Особенно, вот очень хорошо это видно в фильме «Нимфоманка», когда она говорит ему «Заполни меня спермой, налей свою сперму в каждую мою дырочку». Что происходит? Это такая пустота, пустота, на самом деле пустоты не бывает, за пустотой идет боль. Это такая боль по родителю и потребность с ним общаться вот таким искаженным, очень каким-то деструктивным, кривым путем при помощи вот этих вот, вот этого промискуитета, вот этих беспорядочных половых связей. На самом деле, это такое тесное очень общение с родителем, попытка получить вот это что-то такое телесное, что-то такое эмоциональное от родителей. Ну вот, пожалуй, все в двух словах о таком интересном расстройстве. Жду вас на своих консультациях по скайпу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok